Добрый день! Мы встречаемся с вами на выставке Уралфронту в Свердловском областном Краеведческом музее на Ленина, 69. Сюжет нашей сегодняшней передачи посвящен Уральской деревне, ее жителям и суровым испытаниям этих людей в годы Великой Отечественной войны. С самого начала войны, первых же ее месяцев и до победного, 45-го года, самые здоровые, самые работоспособные мужчины были мобилизованы на фронт. Помимо этого уходила на фронт и техника, которой восполняли страшные потери при отступлении 41-го года. Трактора, тягачи, лучший тягловый скот. На 60% Красная Армия в то время состояла из жителей села, поэтому деревня должна была напрячь все свои ресурсы, при том, что задачи перед ней с началом войны только возрастали. Необходимо было компенсировать утраченные Советским Союзом самые лучшие, самые плодородные свои земли. Причем в 41-м году эти земли под оккупацию ушли вместе с урожаем, вместе с мясомолочным скотом, который не в полной степени успели угнать в тыл отступающих частей Красной Армии. В таких исходно худших условиях встретила Уральская деревня Великую Отечественную войну и приходилось, конечно, приспосабливаться, адаптироваться. Очень многие женщины брали на себя труд осваивать мужские работы. Например, в одном из списков того времени комбайнеров Артинской машино-тракторной станции из 13 человек только двое мужчины. Остальные 11 – это девушки. Пономарева Клавдия, Собурова Евдокия, Корякова Анна и другие девушки. У нас представлен портрет лучшей трактористки Свердловской области 1943 года Топорковой, а также в наш музей был передан ее рабочий комбинезон. Работы были действительно очень тяжелыми. Многие полевые работы приходилось делать, в том числе и вручную. Многие механизмы, даже оставшиеся на селе, требовали горючего, они требовали запасных частей, элементарного обслуживания, которое не могли обеспечить в годы войны во всех хозяйствах. Поэтому в работы возвращаются серпы, возвращаются цепы, возвращаются косы, лопаты. Причем оплата труда сельского жителя того времени исчислялась в трудоднях. Колхозник взрослый был обязан отработать не менее 120 трудодней в год, а подростки – от 50. Оплата производилась по итогам сдачи обязательных поставок государству. За годы войны эти поставки только увеличивались, а производство снижалось. Следовательно, на оплату колхозников оставалось гораздо меньше продуктов, чем в мирное время. В некоторых колхозах в денежном эквиваленте подчас один трудодень оценивался в 6 копеек. Здесь в чашке представлено 300 граммов зерна – это как раз один из трудодней в одном из колхозов Свердловской области. То есть, если представить, что в семье мужчина ушел на фронт, осталась молодая женщина, малолетние дети, может быть, пожилые родственники, которые уже не могли помогать в колхозе. И вот таким количеством продуктов эта женщина должна была накормить свою семью. Это было невозможно. Конечно, невозможно. Никакие трудодни не компенсировали трудовых затрат людей в уральском селе. Поэтому основой жизнеобеспечения для многих уральцев, да и во всей нашей стране, становилось в сельской местности подсобное хозяйство, огород, в котором, опять же, взрослые члены семьи должны были трудиться только после колхозной работы, в какие-то небольшие паузы вечером, брали выходные, допустим, на покос, хотя покос нужно было и в колхозе делать. То есть это очень сложно все было. Огород обслуживался подростками, детьми, стариками. Но даже то, что было выращено в собственном хозяйстве, не в полном объеме доходило до семейного стола. Обязательными были сельхозналог, обязательные были поставки в фонд Красной Армии, другие поставки. И они тоже производились натурально, то есть картофелем, овощами другими, яйцами. На определенное количество кур определялось и количество яиц, которые необходимо было сдать по этим поставкам. Мясом, молоком, сметаной, маслом, шерстью, если в хозяйстве были овечки, медом, если в хозяйстве были ульи. Неудивительно совершенно для меня, когда я слышу от очень пожилых уже теперь людей, что да, я жил в деревне, да, у нас была корова, но молоко мы пили даже не каждый день. То есть судьба уральской деревни в годы войны – это изнурительный, тяжелый труд, который сказывался на здоровье даже молодых людей. Это недоедание, это малодоступность врачебной помощи, это почти недоступность лекарств. Недаром очень выросли показатели детской и старческой смертности в годы войны в нашей деревне. И вот эта судьба, это в том числе судьба и моей семьи. После того, как мой дед был мобилизован на фронт, погиб он уже в начале 42-го года, моя бабушка Матрена Петровна осталась одна и семеро детей, и очень пожилая ее мама. И двоих детей она не сумела спасти, и они умерли в годы войны как раз от болезни, от голода. Это 17-летняя Даша, 10-летний Витя. После войны, буквально через год-два, моя бабушка тоже умерла. От тяжелой работы она надсадила здоровье, и помощи она не получила, не смогли ее спасти. Пятеро детей остались круглыми сиротами. Трое из них отправили в детдом, а двое старших девочек могли рассчитывать только на себя. Такова она была, судьба уральской деревни в страшные годы Великой Отечественной войны. Субтитры подогнал «Симон»